А мы переходим к следующей теме. Среди главных проблем агропромышленного комплекса в Крае это снижение поголовья крупного рогатого скота и низкая самообеспеченность собственным мясом и молоком. Для их решения в регионе наращивается поддержка сельхозпроизводителей. Сейчас в Крае 10 аграрных проектов признаны приоритетными. Особый статус дает право получить земельные участки без проведения торгов. В числе приоритетных строительство высокотехнологичного животноводческого комплекса и молокозавода компании Green Agro Habers, которая готовится к запуску в Вяземском районе. Комплекс рассчитан на 2000 голов дойного стада. На предприятии будет создано более 300 рабочих мест. Подробнее об этом проекте и развитии сельского хозяйства в районах Края поговорим с Андреем Михеевым, управляющим директором компании Green Agro Habers. Андрей Витальевич, доброе утро. Доброе утро. Вот можно более подробно об этом комплексе, в чем заключается его технологичность и что это даст людям в Хабарском крае? Ну подробно давайте мы сделаем так. Насчет технологичности. Действительно, все применены новейшие технологии в этом комплексе. Комплекс будет, вот мы сейчас корректировку проекта сделали, уже на 2000 дойного стада. Ну, чтобы вы понимали, для Хабаровского края, для проблемы закрытия полностью ниши нашей потребности Хабаровского края, нужно 7000 дойного стада. То есть это как бы начало проекта, тот, который сегодня даст толчок, импульс именно технологического цикла данных вот этих проектов. То есть технология какая, чтобы мы сегодня не понимали, что на сегодняшний день коровы, которые там, галштина, да, порода такая, генетика очень серьезная, там, как сказать, играет классическая музыка, да, для начала. Да, то есть в коровниках классическая музыка. Значит, коровы сами идут на дойку, да, средняя, ну, как бы, на дое среднее у коровы, где-то около 50 литров молока, да, ну, так же прилично, 50-55. Это действительно серьезная порода, значит, полностью комплекс оснащен новейшей технологической линией комбикормовой базы. То есть это так же, как на сегодняшний день, знаете, как в столовой. Постоянно свежее питание с витаминами, со всеми тем комплексом, который действительно в дальнейшем это делает качество молока, натурального молока, который сегодня, ну, наши потребители уже попробовали, сегодня жители. Мы сегодня стараемся и, как бы, эту продукцию больше и больше, чтобы на прилавке она появлялась. Ну, мы все знаем насчет качества, да, что детей сегодня надо до 7 лет. Это белок, это кальций, кальций для укрепления костей, а белок это для мышц, да, сегодня. Ну, и, в общем-то, дети до 7 лет обязательно должны качественное молоко употреблять. То есть я правильно понимаю, что такие коровники, как вот из Германии, видео, да, нам показывают, что все чисто, убрано, что вот, как вы сказали, музыка играет классическая? Безусловно, потому что это, в принципе, тоже, мы когда поехали, в принципе, это все взято из Германии, с Канады, то есть это технологические вот эти все проекты. Я думаю, этот пилотный наш проект даст толчок, как надо делать, а как не надо делать, вот именно этим проектом. Этот проект уже в Владивостоке у нас пробирован, он работает уже в течение 13 лет успешно. То есть, естественно, там вот сейчас мы рассматриваем, конечно, идем на удорожание, но рассматриваем ту галерею, к которой бы приезжали бы те же дети, да, и смотрели, как это все делается. Андрей Витальевич, а почему выбран тогда Вяземский район? Ведь можно было ближе к Хабаровскому, где ближе к потребителям? Ну, вы знаете, если историю нашу смотреть, что наши деды, они же умные были люди, и наука определяла, что юг Хабаровского края всегда был молочный. Мы рассматривали, конечно, и Хор, и Вяземский, и Бикин, но на тот момент не было земель. В принципе, мы вынуждены были пойти купить банкротное предприятие, краевое, на торгах в Котиково. Понятно, но при этом при всем, помимо вот этого комплекса, еще планируется построить молокозавод под Ракитным. О чем это говорит? Это будет расширена линейка молочной продукции? Ну, безусловно, потому что сегодня предприятие, чтобы оно было рентабельное, оно должно работать так. Завод, комплекс и пахотные земли. Тогда оно только дает какую-то определенную прибыль. То есть, конечно, линейка завода будет очень... у нас, в принципе, в Владивостоке сегодня очень большая линейка молочной продукции. Ну, естественно, потому что 21 тысячи тонн в год мы будем выпускать продукцию. Ну, вот село испокон веков кормило всю страну. Почему сейчас сельские районы сталкиваются с проблемами и как дать толчок для развития сельского хозяйства в Хабаровском крае, как вы считаете? Вы знаете, мое мнение чисто так, что неправильно распределились с землями. Сегодня те земли, которые большие, которые действительно для таких комплексов нужны, для логистики, их просто по кусочкам разделили и, в общем-то, взяли в долгосрочную аренду, где в некоторых хозяйствах 10-20% всего фактически пользуются этими землями. Остальные стоят. Вот мы в Котиков взяли эти земли, 15-20 лет их вообще не обрабатывали. Представляете, да, фактически на что надо сегодня, ну, чем-то потратить и сегодня это все сделать. То есть в зависимости от комплекса строительства мы уже начнем, значит, обрабатывать данные земли. Ну, при этом при всем сейчас, ваше предприятие в числе приоритетных, соответственно, там целый ряд преференций. Что это за преференции? Ну, во-первых, преференции, конечно, это, ну, вот сейчас в Торы, когда вошли, это в Ракитном, да, завод строим. А, к сожалению, в Котиково, в Вяземском районе Торы не определены. Ну, хотя нас поддержал и полномочий представитель президента, мы сейчас подали заявку. Мы хотим сегодня в Котиково тоже сделать Тор. Это даст толчок налогообложения, ну и все остальное прочее. Я просто хочу сказать о том, что сегодня на предприятии в Котиково где-то рабочих мест будет 300 человек. Да, это прилично. Средняя зарплата 49 тысяч. Средняя зарплата. Для села это, конечно, одно. Конечно, это безусловно. Значит, ну и, в общем-то, налогов в местный бюджет ежемесячно мы планируем где-то около 40 миллионов рублей в местный бюджет. У меня много сегодня всяких, вот, как сказать, вопросов о том, что сегодня все налоги идут в Владивосток. Ну, я всегда задаю вопрос, предприятие «Гринагра Хабара» зарегистрировано в Хабаровском крае. Ну, как они налоги могут уйти куда-то в другое место? Безусловно. Безусловно, конечно, здесь. Это принципиальная позиция была компания, и моя в том числе, чтобы здесь это предприятие именно зарегистрировано было здесь. У нас и на Сахалине, и «Гринагра Сахалин» то же самое зарегистрировано предприятие. Группа компании, оно, в принципе, «Гринагра Владивосток». Потому что это компании, те, которые на территории зарегистрированы, платят те же налоги. Понятное дело, что не все и не всегда безоблачно, потому что в любом случае любой проект сталкивается с какими-то сложностями. Вот с какими трудностями пришлось столкнуться вам при реализации этого проекта? Вы знаете, законодательная база по землям, она действительно дала сейчас толщок. Мы просто на год задержались, потому что сейчас перевод этих земель, юридические все вот эти базы. Хочу сказать огромное спасибо и Минсельхозу, и Мизипу, который включился в этот проект. Мы в течение 8 месяцев, грубо говоря, сделали дорожную карту. Мы наконец-то сделали, я думаю, в 2021 году, в первом квартале мы начнем уже строительство, а в 2022 мы уже фактически этот комплекс и будем сдавать. Чтобы вы понимали, что строительство комплекса и завода, это все делается одновременно. Ну что ж, будем надеяться, что действительно удастся решить вопрос с недостатком поголовья крупного рогатого скота и обеспечить Хабаровский край мясом и молоком. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Напомню, что у нас в гостях был Андрей Михеев, управляющий директор компании Green Agro Хабаровск.